Бабочки обрели крылья. Совместный проект Центра детского технического творчества «Новация» и фонда «Доброе дело» продолжается. Две недели назад воспитанникам детского дома «Радуга» предложили научиться компьютерной графике и работе с лазерным станком. Вручили стартовые наборы с программой, в которой они самостоятельно изучали азы моделирования. В первый день зимы ребят пригласили в «Новацию». Здесь они учатся работать с более продвинутым софтом. Получается не сразу. Опытный педагог помогает разобраться в тонкостях графики. Есть множество функций, которые просто за раз не запомнить. Поэтому после того, как я объяснил их, естественно, ребята несколько раз спрашивают, где найти инструментом создания прямоугольника, где взять перо, как им работать. Такие сложности возникают. Но они легко решаемы. Задача – начертить компьютерную модель галстука бабочки, украсить ее причудливыми геометрическими фигурами, сделать уникальной. На простых примерах учат абстрактному мышлению, вызывают интерес к техническому творчеству. Я сырковые попытался нарисовать. Нам объясняли, как там это делать, то делать. Я попытался сделать сырковую бабочку. А почему она сырковая? Потому что она висела. Там всякие узоры. Когда работа над макетом завершена, можно перейти непосредственно к выжиганию готовых моделей на лазерном принтере. Техника довольно сложная. Использовать ее можно только под присмотром профессионалов. Они же объяснят все тонкости резки по дереву. Вентиляция включена. Теперь нам нужно зарядить в данный лазерный станок материал. В общем, смотрим. Так, вы уже загрузили программу. Смотрите, сейчас сюда. Это идет управление данным лазером. То есть, видите, мы смотрим, откуда он будет гравироваться. Вот эта кнопка лазер. Нажмем. Видите, мы можем посмотреть точку, куда попадает лазер. Выжигание занимает от нескольких минут до двух-трех часов в зависимости от объема и сложности работы. Воспитанники детского дома с интересом наблюдают за процессом. Внимательно слушают объяснения. Результат – симпатичный галстук бабочкой, сделанный своими руками. Ну, у нас обучение проводится по двум направлениям. Направление векторной компьютерной графики. То есть, это программирование, собственно, рисунков галстука бабочки. А также работа на самом оборудовании, расположенном в Центре инновации. То есть, это новый лазерный станок с большой площадью, с необходимой мощностью, чтобы дети заинтересовались и в дальнейшем продолжили свое обучение. Всего в проект «Полет бабочки» вовлечено 25 детей из детских домов региона. Ребята из Иваново, Шуи и Фурманово на практике освоят азы компьютерного моделирования и, возможно, захотят развиваться в этом направлении и дальше. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.